всем привет друзья привет начинающим сварщикам в не плавящейся электродом среде защитных газов таким как я не смог я не снять обзор небольшой на сей девайс чудный называется он регулятор комбинированной компании фирмы redius у 30 air 40 к r1 r2 то бишь на аргон и на углекислоту опять же постараюсь не ругаться матерными словами держать себя в руках что очень тяжело на самом деле как вы все знаете я тут решил немножко заняться тиг сваркой аргоновой ну и потихоньку собираю так сказать все недостающие комплектующие материалы ну и что пришлось покупать вот данный редуктор некоторые скажут что зачем ты его покупаешь раз он тебе не нравится ну друзья проблема в том что у нас кроме вот такого вот редуктора на сегодняшний день стране которая в 10 километрах от евросоюза ничего не найти вы понимаете в чем парадокс да можно найти мессер тоже самый немецкий но цена его в пять раз дороже вот этот вот редуктора я пока но столько и богат и не зарабатываю вообще пока на аргоновой сваркой чтобы покупать там по 150 200 долларов редуктора газовые что давайте скроем упаковочку такой вот она идет упаковки посмотрим что за он комплекте идут два таких штуцера с накидными гайками также идет техпаспорт также с печатью человека который принял привет тебе чудо от к 24 чтобы эти руки отвалились ну что друзья сразу скажу так вот устройство до оно вообще в той категории как бы которая взрыво опасная да там баллоны под давлением 15 мегапаскалей в случае взрыва вы понимаете да так бляха мясорубка которая в сто раз увеличилась и вывернулась на изнанку то же самое разрывающийся баллон весом там 70 килограмм толщиной стенки 57 миллиметров смотрите друзья мало того что это чудо из алюминия видите я уверен что толщина стенки просто смехотворная вот смотрите вот эта соосность ротометров вот эта соосность манометра к корпусу редуктора вот так вот он это это не оптически какое-то искажение камеры это то что вы видите прямо сейчас а почему ребята гайку алюминиевую не делали могли бы алюминиевую сделать и эти вот не пиля тоже можно было муфты переходники алюминиевая сделать не понимаю я понимаю конечно не гонятся за конкурентно с конкурентно способности то есть чтобы составить конкуренцию на рынке редукторов но тем не менее я вообще по по интернет закупки там было все это латуниевая а пришло по факту из алюминия дает уже настроен товарищ почему брал 2 короче все не буду больше негатива уже вы сами видите все почему я брал два ротометра все очень просто во первых когда варишь трубы там из нержавейки нужно внутри само собой сделать продувочку правильно аргоном ну естественно чтобы вот один был непосредственно на источник а второй на внутреннюю часть трубы ну и бак если надо будет варить тоже его заполнить или там углекислотой ну или там аргоном тем же самым то же самое так сказать действие вот и как бы так касаемо все что я хотел сказать по этому ой кошмар по этому редуктору вот для сравнения друзья немецкий редуктор вот он такой он тяжелее чем вот этой ну понятно что здесь нержавейка он у меня лежит кстати его никогда не использовал на углекислоту это больше не в аквариумистике видите вот такой вот у штуцер маленький по моему это одна четвертая не или одна не помню вот не буду ваяц 10 лет нужно уже лежит я его еще не использую ни разу может быть гайку эту переделаю и будут на углекислоту мне посмотрю видите до 150 барон вещь конечно прикольная все тут все тут четенько хотя не уверен что он собран в германии думаю что он скорее всего евросоюз ну а может и в германии ну короче вот такая маленькая штучка в руке помещается но такая тяжелая а вообще ищу сейчас сегодняшний день на кислород вот такие вот дубтора этот правда уже на ими гвозди забивали он травит я уже рассказывал в каком-то видео предыдущем что я его буду немножко шаманить так сказать чтобы он начал работать а вообще да именно советские чтобы были сссср так что вот такие вот дела дела да таблицу не показали чертеж показали но это знаете чертеж обычно для того чтобы и что мы не доделаем на заводе и пьяный вот так а контролер примет то вы доделаете дома все друзья в принципе все что хотел сказать следите за моим каналом наверно в будущем через несколько дней будем уже варить аргончиком прикупил я там присадку еще кое-что потом сниму видео что еще нужно для аргонодуговой сварки аргонодуговой сварки